всем ассалам алейкум сейчас я дома к списке и сейчас начинаю готовить чемодан в мекку то есть на умру вот получается мой чемоданчик такой пыльный у меня он был на самой высокой там полки в как это называется я забыл просто в таком я просто до речи уже теряю вообще просто мне так не верится неужели я туда полечу неужели и кстати надеюсь это не последний раз я вижу святые землю поэтому я у меня раньше не было такого прям цели чтобы полететь на святые земли а сейчас прям когда вот прям через пару дней там четверг ночью уже типа как бы вылет тогда вот уже вот знаешь да что вот еще через ночь то уже туда летишь и вот даже хоть это мне было мне уже то хочется еще раз сюда поехать еще раз и еще раз вообще вообще такие восхитительные чувства всем таких желаю чувств кстати знаете кто еще со мной летит со мной еще летит помимо меня моя бабушка мой дедушка и мои двое дяди и еще моя мама это моя сика здравствуйте дорогие вы ассаляму аликум ва рахматуллаке ва бараке у ой вот получается здесь у нас уже такая мини аптечка здесь нурофен обезболивающий витамины потом еще пластыри бинт оси который сегодня в теме уголь от живота там нож по это мне точно пригодится и обезболивающий тоже мне пригодится вот без него бы я точно не смогла жить кстати еще сегодня была в магазине и купила туда домашнике обувь вот такую вот обувь взяла это хоть специально такие летние единственное что оставалось у них там вот такие взяла здесь получается пижамки носочки сюда купили сейчас буду показывать ночью ко мне пришла моя няня мы пошли с ним магазин я вводила свои новые линзы мы пришли домой начали смотреть демородок обсуждали все вся всех до пяти утра мы с ней болтали и посмеялись и поплакали а теперь смотрите как я вылетаю день вылета вечером ночью ночью я ночевала дома одна но ко мне пришла моя переваде поэтому смайс мой с Minsk мам они в аэропорту едут сейчас получается за мной половина остались в аэропорту яibil и зарабатываю свои в планшете здесь загружаю все что мне надо в дорогу полет вот чемоданы тоже готовы и мы вылетаем мы уже проходим здесь паспортный контроль тогда мы летели в Турцию тоже также было паспортный контроль сразу видно что мы за границу летаем тут уже все уснули мы прилетим через час полтора а может и два я их изобразила как они спят кстати забыла вам сказать со мной была еще моя учительница по верховой езде чуть зайка и все путешествие она была рядом со мной у нас там же едут бабушка дедушка дядя здесь у нас с хлебом здесь яблочки вкусняшки еще столько всего просто посмотрите какая там красота всем временем вот как проходит наш полет рамисхалу захватил мой планшет играет в игры которых я даже не знала мама читает книгу развивается не теряет время даром дедушка с бабушкой как обычно обсуждают проблемы кредиты ничего нового а дядя работает работа кипит и только тетя зайка смотрит в окно и размышляет вот мы уже сели у нас пересадка махачкала кувейт медина мы уже сели в кувейт следующая остановка медина пару часов до встречи с крабой мы здесь приземлились все здесь придохнем и уже на другом самолете идти уже в медину короче мы получается сейчас пересели на второй самолет в аэропорту пошли прошли регистрацию посадку все сейчас у нас здесь получается садимся вот и уже вылетаем прямой в медину ура нам дали воду не уже было ужасно скучно летели несколько часов спать мне не хотелось хотя все спали и у меня начало ужасно болеть голова аль-хамду-ли-ля мы уже сели в медине вот мой дядя уже сам не свой уставший ассалам алейкум мы медине как вот здесь вот просто сразу как вышли с аэропорта здесь такая вот так вот тепло здесь так такое вот душевное состояние сразу меняется сейчас мы идем к нашему автобусу тут зайна в два чемодана тоже тащит я тоже один вот короче мы очень хорошо долетели на все хорошо альхамду-ля благодаря сушним мы довольны мы рады мы благополучно долетели мы уже в медине наша команда собираем чемоданы никто не находит свои вещи все вдруг забыли мама со своей меховой шубой меня заставила стоять подержите пожалуйста очень жарко мне вот короче такая здесь прекрасная класс вот все эти люди на намаз мы вот так вот все поместили здесь у нас есть чемоданы получается даже под ногами в чесноте да не в обиде просто это все наша еда наши чемоданы то есть и половина из них наша еда вот получается аваин мурадхо у них такой вот красивый просто несколько чемоданов взяли кто-то уже кушает даже хинкар взяла плиту тоже взяла калмыцкий чай капучино на четверых здесь поэтому вот так интересно какой у нас вид какой у нас вид вид просто супер в общем наша команда две недели это получается я вот я потом мама красиво ну за луи витон и тетя зайка сейчас когда я записываю это аудио уже лето 2024 года а ведь это было зимой 2023 года и честно говоря когда я только что во время монтажа услышал это ащхаду ля и ля и ля и ля в начале я чуть не прослезилась потому что вот этого вечернее время вот этот вот азан ты идешь на молитву просто как я скучаю это реально такая тоска по этим местам вонеты просто невозможно забыть и вот перед нами стоит та самая мечеть пророка салялла али и вассалям где он похоронен вы только представляете какие это чувства что человек испытывает в этот момент я запомнила наши эмоции мама снимала бабушка сглядела не могла наглядеться на этот купол я просто была в шоке я специально записывала все наши эмоции на камеру чтобы потом смотреть пересматривать это видео в ютубе по телевизору всей семьей и вот сейчас когда это пересматриваю спустя год я даже совсем забыла об этих чувствах об этих эмоциях совсем нахлынули воспоминания просто не такие огромные на видео в других лицах они были такие маленькие а сейчас когда я смотрю такие гигантские вообще красиво мы идем в мечеть получается уже заходим в эту мечеть только уже через женский входит получается женская мечеть просто здесь такой непередаваемый запах вода зам зам это стулья я снимала каждый шаг и по правде говоря в одно время когда мы уже были в мекке взрослым уже как-то надоело они как-то на меня разозлились поругали но я знала то что ведь я ничего плохого не делаю и я запечатлила все наши эмоции даже взгляд на кабу покажу вам следующей части иншалла просто все запечатлила каждого ребенка человека все что видели мои глаза я показывал на камеру чтобы через время это все вспоминать чтобы в моей памяти это осталось и чтобы я это не забыла всем ассалам алейкум день 2 мы выезжаем на экскурсию летели мы на ум раз дербен туром наша первая остановка мечеть куба красивое место мы приехали здесь что получается что замечательным подробнее сейчас мы сейчас около мечети получается фуба и вы представляете проксал лавали вас всем сказал если в этой мечети совершить дворократы санат намаза то это приравнивается к полноценной умре потому уже совершили умру это специально для тех кто не может пойти в мекке совершить или же в неделю совершить специально обе все мы входим мечеть куба теперь мы купили мороженое кушаем мороженое и вот здесь на полной мечети а еще нам очень повезло потому что сам директор турфирмы дербен тур дядя саид мухаммад был нашим гидом его было очень приятно слушать он рассказал нам все полезное максимальную пользу что мы должны делать как там все прошло как проходили битвы он рассказал так с эмоциями так хотелось слушать и слушать прям восхищалась я хотела снимать это все но как-то постеснялась вот здесь такая битва шла вот там вот сидел пророк саляволи вассалям и здесь у них уже была битва против неверных да все абсолютно все объединение лишь враги несколько раз получается не побеждали все мусульмане после многих побед враги решили объединиться и напасть вместе на медину а пророк он был переселенцем и его цель была чтобы в медине не проливалась кровь вот и он поставил получается везде командира и эти командиры вот получается решали потом у них там решили какую-то идею дали манисус большой-большую был такой персидский мудрец он дал им идею и получается они там вот вот оттуда вот только шли враги там уже была гора хира или уход какая-то гора там стояла пысы прошу простить за ошибку все мы знаем что пещера хира просто я была на умра первый раз и так как особо не изучала эту историю чуть-чуть запуталась и только оттуда был единственный ход в мекку чтобы напасть получается и там решили они скопать вместе всем со всеми асхабами решили скопать огромную-огромную яму то есть это был окоп он был 12 километров в длину еще сколько-то вот такой огромный окоп был и потом это враги увидели они очень сильно удивились не знали как что делать как делать и месяц они окружали медину не окружали а там стояли получается ее уже никто не мог не выйти никуда-то сходить не магазин и получать даже они сделали вот сейчас вот допустим то что у нас санкции получается со всех сторон закрыли торговля не шла они начали вымирать от голоду падать асхаба от годы пришли к пророку говорят то что у нас вообще нет ничего кушать один финик на двоих сначала делили а потом один финик на четверых начали делать делить армии из всех тысяч человек это была армия пророк ассалям азим финик это армия делила на четверых они потом асхабы собрались и пошли к пророку со лире с он сказали вот что что мы падаем мы у нас и семье голодные все голодные мы не знаем что делать помоги нам пророк сказал это испытание давайте потерпим я тоже очень голоден показал свое состояние один асхаб услышал это и пошел домой своей жене сказал неужели у нас дома нет ничего покушать хотя бы чтобы накормить пророка она говорит у нас есть такой маленький ягненок только его могу поставить иди к пророку и скажи то что у нас есть на 45 человек это кого он считает нужным пускай он всех соберет к нам и пускай придут он сказал он про пошел к пророку сказал ему на ухо пророк мы ждем тебя за возьми людей которые ты считаешь нужно все раскладать потом он сказал белялу у него был очень звонкий голос он всегда читал азан белял вышел и говорит о армия сказал всем просто всем сегодня носик вот такой асхаба вот все приходите ужин будет все хватит на всех а весь потом да а потом они все начали направлять от дома там асхаба асхаба говорит я ничего не знаю этот пророк так сказал я сказал ему так как ты передала он говорим о это говорил жене потом самое интересное они все начали приходить по очереди и тогда спросили у пророка пророк что нам делать тогда не у нас по силу он сказал не открывайте кастрюлю и раздавая вот так доставать каждому по порции и вы только представьте это женщина раздавала всем по почте всех накормила досыта хотя там был маленький огненок и просто вот все вот три тысячи война все просто я извиняюсь я так с эмоциями аж рассказывала просто смотрю и смеюсь вот такая вот интересная нереальная история мне она очень понравилась и до сих пор сохранилась моих воспоминаний а далее мы приехали на гору ухуд вы представьте это гора ухуд вот здесь вот шло сражение просто вот ходить вот по этой земле но одну вещь я точно запомню навсегда у арабов нереально красивые детишки что я снимала прям каждого следующая остановка финиковый сад и вот почему стоит лететь именно дербентуром они привозят вас в самые красивые места кстати с нами беседки сидели очень хорошие тети мы пили чай самыми вкусными финиками ну и конечно же не смогла пройти мимо этих сувениров я купила себе такой брелок правда я его уже потеряла попросила их там написать свое любимое имя а именно два имени просто так счастлива потому что мне сделали получается там купили брелок я хотела себе святая земель что-нибудь взять да мне что нибудь осталось основном мы будем покупаться в мекке я просто хотела еще единство взять у меня не было брелка мне нужен будет накрутимый брелок и знаете что написано на этом брелке как вы думаете что здесь написано здесь так много людей а меня-то еще творит ну а теперь я просто не могу не рассказать вам эту ситуацию с которую я вспоминала всю оставшуюся жизнь вы видите на видео этот мостик а именно миленькую так сказать речку которая течет фонтан водичка один дядя пытался пройти оттуда этот дядя видно был кавказец чеченец или дагестанец скорее всего и так как на кавказе не привыкли ходить в хамисах видимо этому дяде было непривычно он не рассчитал свои силы и хотел перепрыгнуть рядом с мостиком и когда он перепрыгивал он просто взял и упал я вспоминала эту ситуацию всю оставшуюся жизнь я настолько много смеялась ой пусть аллах простит меня за мои шуточки конечно но это было очень смешно вот и подошла к концу первая часть моего влога если вам было интересно вторую часть можете посмотреть также мне на странице всем а слава лейку